ГУСТАВ ФЛУБЕР ЛЮДЮКАСИОН СЕНТИМЕНТАЛЬ ГУСТАВ ФЛУБЕР ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ ИСТОРИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ТРЕТЬЯ Когда Розанетта охладела к солдатам подвижной гвардии, она стала еще очаровательнее, чем прежде. И у Фредерика незаметно вошло в привычку все время проводить у нее. Лучшей порой были для них утренние часы на балконе, в батистовой кофточке и в туфлях на босу ногу. Она ходила взад и вперед, чистила клетку у канареек, меняла воду золотым рыбкам и разрыхляла каминной лопаткой землю в ящике, где росли нас с Турцией, обивавшие трильяж. Потом, облокотясь на перила балкона, они разглядывали экипажи, прохожих, грелись на солнце, строили планы, как провести вечер. Отлучался он самые большие часа на два. Потом они отправлялись куда-нибудь в театр, брали литерную ложу, и Розанетта с большим букетом в руках слушала музыку, а Фредерик, наклонившись к ее уху, рассказывал смешные истории или нашептывал любезности. Иногда они нанимали коляску, ехали в Булонский лес и катались долго, до поздней ночи. На обратном пути проезжали под триумфальной аркой, а затем по большой аллее, вдыхая свежий воздух. Над ними светились звезды. Впереди, уходя вдаль, вытягивались двумя нитями лучистых жемчужин газовые рожки. Фредерику вечно приходилось ждать Розанетту перед выездом. Она долго завязывала ленты от шляпы. Стоя перед зеркальным шкафом, сама себе улыбалась. Потом, взяв Фредерика под руку, заставляла и его поглядеть в зеркало. «Да чего же мило получается, когда мы стоим вот так рядом, душка моя, я бы тебе, кажется, съела». Теперь он был ее вещью, ее собственностью. И от этого сознания лицо ее сияло, а в манерах появилась особая томность. Она пополнела. Фредерик находил в ней перемену, хотя и не мог сказать, в чем она состоит. Однажды она сообщила ему, как очень важную новость, что почтенный Арну открыл бельевой магазин для бывшей работницы со своей фабрики, что он каждый вечер бывает у нее. Очень много тратит. Не далее, как на прошлой неделе, подарил ей палисандровую мебель. «Откуда тебе это известно?» спросил Фредерик. «О, я знаю, наверное». По ее приказанию справки наводила дельфина. «Значит, она любит Арну, если он так сильно ее занимает». Фредерик ограничился вопросом. «Тебе-то что?» Розанетту как будто удивили эти слова. «Но этот мерзавец мне должен! Разве это не безобразие, что он содержит какую-то дрянь?» И с торжествующей ненавистью в голосе прибавила. «Впрочем, она здорово надувает его. У нее еще три таких. Тем лучше. Пусть оберет его до последнего су. Буду очень рада». Действительно. Арну с той снисходительностью, которая свойственна старческой страсти, позволял Бордосске эксплуатировать себя. Фабрика приходила в упадок, дела были в плачевном состоянии, и чтобы выпутаться из беды, Арну задумал открыть кафе Шантан, где исполнялись бы только патриотические песни. Благодаря субсидии, которые ему обещал министр, это заведение могло стать очагом пропаганды и источником его благоденствия. После падения правительства это стало невозможным. Теперь он мечтал о большом магазине военных головных уборов. Но у него не было денег для начала. Не более счастлив был он и в домашней жизни. Госпожа Арну стала менее уступчива, порой бывала даже резка. Марта всегда становилась на сторону отца, это усиливало рознь, и семейная жизнь сделалась невыносимой. Он часто с самого утра уходил из дому, совершал большие прогулки, чтобы рассеяться, потом обедал в кабачке где-нибудь за городом и предавался размышлениям. Долгое отсутствие Фредерика нарушало его привычки. Однажды днем Арну пришел к своему молодому другу и стал умолять, чтобы он бывал у них по-прежнему. Тот обещал. Фредерик не решался вернуться к госпоже Арну. Ему казалось, что он ей изменил. Но ведь он вел себя как трус. Оправдаться же было нечем. Следовало положить этому конец. И вот как-то вечером он отправился к ним. Укрываясь от дождя, Фредерик свернул в пассаж Жуфруа, где к нему тотчас же подошел толстяк фуражки. При свете, падавшем из витрин, Фредерик без труда узнал Кампена, оратора, чьего предложение вызвало в клубе такой смех. Он опирался на руку некоего субъекта с выпеченной верхней губой, с лицом желтым, как апельсин, и редкой бородкой, который щеголял в красной шапке Зуава и глядел на своего спутника большими восхищенными глазами. По-видимому, Кампен гордился им. Он сказал Фредерику, «Познакомьтесь с этим молодцом. Это мой приятель, сапожник и патриот. Выпьем чего-нибудь?» Фредерик поблагодарил и отказался, а тот немедленно стал метать громы и молнии против предложения Ротто, подвоха, придуманного аристократами. Чтобы покончить с этим, следует вернуться к девяносто третьему году. Затем он осведомился о режим баре и еще о некоторых знаменитостях о Маслене, Сансоне, Лекорню, Морешале и некоем Деларье, замешанном в деле о карабинах, которые были перехвачены в Труа. Для Фредерика все это было ново. Но Кампен больше ничего не знал. Прощаясь с Фредериком, он проговорил, «До скорого свидания, не правда ли? Ведь вы тоже принимаете участие?» «В чем это?» «В телячьей голове». «Какой телячьей голове?» «Вот проказник!» — воскликнул Кампен, хлопнув его по животу. Оба террориста вошли в кафе. Десять минут спустя Фредерик уже не думал о Деларье. Он стоял на тротуаре улицы Паради и смотрел на окна третьего этажа, где за занавесками был виден свет лампы. Наконец он поднялся по лестнице. «Дома, господин Арну?» Горничная ответила. «Нет, но вы все-таки пожалуйте!» И распахнула ему одну из дверей. «Сударыня, это господин Моро!» Госпожа Арну поднялась. Она была бледнее своего воротничка и вся дрожала. «Чему я обязана? Честью?» «Столь неожиданного посещения?» «Ничему. Просто желаю повидать старых друзей». Садясь, он спросил, «Как поживает милейший Арну?» «Прекрасно. Но его нет дома». «А, понимаю. Все те же привычки. Вечером надо развлечься». «Почему бы и нет?» «После целого дня вычислений надо же дать голове отдых». Она стала хвалить мужа как труженика. Фредерика эти похвалы раздражали. На коленях у нее лежал кусок черного сукна, отделанного синим сутажом. И Фредерик спросил, «Что это у вас?» «Переделываю кофточки для дочери». «Кстати, я что-то не вижу ее. Где же она?» «В пансионе», ответила госпожа Арну. На глазах у нее появились слезы. Она изо всех сил старалась не расплакаться и быстро работала иглой. Он взял номер иллюстросьем, лежавший на столе около нее. «Карикатуры Кама очень забавны, правда?» Они снова погрузились в молчание. А вдруг от порыва ветра задребезжались стекла. «Ну и погода», сказал Фредерик. «Право же, это очень любезно с вашей стороны, что вы пришли в такой сильный дождь». «Ой, я на это не смотрю. Я не из тех, кому дождь мешает прийти на свидание». «На какое свидание?» Наимно спросила она. «А вы не помните?» Она вздрогнула и опустила голову. Он мягко коснулся рукой ее плеча. «Уверяю вас, вы меня заставили очень страдать». Она ответила каким-то жалобным тоном. «Но мне было так страшно за ребенка». Она рассказала ему о болезни маленького Эжена и обо всех тревогах того дня. «Благодарю. Благодарю вас. Я больше не сомневаюсь. Я люблю вас, как любил всегда». «Да нет, это же неправда». «Почему?» Она холодно посмотрела на него. «Вы забыли про другую. Про ту, которую вы возите на скачке. Про женщину, чей портрет хранится у вас. Про вашу любовницу». «Так что же из этого?» воскликнул Фредерик. «Я ничего не стану отрицать. Я негодяй. Но выслушайте меня». Если он сошелся с Розанеттой, виной тому было отчаяние. Это то же, что самоубийство. Впрочем, он причинил ей много горя, мстя за свое унижение. «Это пытка. Неужели вы не понимаете?» Госпожа Арну обратила к нему свое прекрасное лицо, протянула руку и они в упоении закрыли глаза, убаюканные тихой, безграничной радостью. Потом, сидя лицом к лицу, совсем близко, они долго смотрели друг на друга. «И вы могли поверить, что я вас разлюбил?» Она ответила низким, ласкающим голосом. «Нет». «Несмотря ни на что, я чувствовала в глубине души, что это невозможно, и когда-нибудь преграда, разделяющая нас, падет. «Да, я тоже. И мне смертельно хотелось и видеть вас. А ведь однажды, продолжала она, я прошла мимо вас в поле рояля». «Правда?» Тузон рассказал, какое-то было счастье встретить ее у Домброзов. «Зато как же я ненавидел вас, уходя от них в тот вечер». «Бедный, мне так тоскливо живется. А мне? Если бы одни только печали, тревоги, унижения, я бы не жаловалась, я бы все вытерпела, как мать, как жена. Все мы умрем, но самое ужасное — это одиночество. Я совсем одна. Но ведь я здесь, здесь!» «Да, да!» Уже не сдерживая слез, она в порыве нежности встала и протянула к нему руки. Они обнялись, прильнув друг другу в долгом поцелуе. Скрипнул паркет. Рядом с ними стояла женщина. Розанетта. Госпожа Арну ее узнала. Широко раскрыв глаза, полные изумления и негодования, она разглядывала ее. Наконец Розанетта проговорила. «Я пришла к господину Арну под делу». «Его здесь нет, вы же видите». «Да, верно», ответила капитанша. «Ваша служанка была права. Прошу прощения». «А ты тут», обратилась она к Фредерику. «Это ты», сказанная в присутствии госпожи Арну, заставила ее покраснеть, как от увесистой пощечины. «Повторяю, его здесь нет». Капитанша, оглядываясь по сторонам, спокойно спросила. «Что ж, поедем домой? У меня фиакр». Он притворился, что не слышит. «Идем». «Ну что ж, воспользуйтесь случаем, ступайте же, ступайте», сказала госпожа Арну. Они вышли. Она перегнулась через перила, чтобы посмотреть им след, и на них обрушился пронзительный, раздирающий сердце смех. Фредерик втолкнул Розанетту в эгипаж, уселся против нее и за всю дорогу не произнес ни слова. Оскорбление он навлек на себя сам. Он чувствовал и гнетущий позор унижения, и тоску по утраченному блаженству. Когда он уже мог, наконец, обладать им, оно безвозвратно исчезло, и причиной была она. Это девка, это шлюха! Ему хотелось задушить ее, он задыхался. Войдя в квартиру, он швырнул шляпу на стул, сорвал с себя галстук. «Ну и устроила же ты сценку, нечего сказать!» Она встала перед ним в вызывающей позе. «А что такое? Что я плохого сделала?» «Как? Ты же шпионишь за мной!» «Моя ли это вина? Ты-то чего ходишь развлекаться к порядочным женщинам?» «Не твое дело!» «Я не желаю, чтобы ты их оскорбляла!» «Чем же я ее оскорбила?» Он ничего не мог ответить, и с еще большей злобой продолжал. «Еще тогда, на Марсовом поле...» «Надоел же ты мне со своими прежними!» «Мерзавка!» Он занес кулак... «Не убивай меня!» «Я беременна!» Фредерик отступил. «Лжешь!» «Да посмотри на меня!» Она взяла подсвечник и поднесла к своему лицу. «Понимаешь, что это значит?» Лицо у нее как-то странно припухло, кожа была усеяна желтыми пятнышками. Фредерик не стал спорить против очевидности. Он растворил окно, прошелся несколько раз по комнате, затем опустился в кресло. Это было бедствие. Оно отдаляло их разрыв и нарушало все его планы. Да и мысль стать отцом представлялась ему нелепой. Он не допускал ее. А, собственно, почему? Если бы вместо капитанши и он погрузился в такую глубокую задумчивость, что испытал нечто вроде галлюцинации, он видел здесь, на ковре, перед камином, девочку. Она была похожа на госпожу Арно и немного на него самого. Брюнетка, но беленькая, черноглазая, с длинными бровями, с розовым бантом в кудрявых волосах. О, как он Юрий любил бы! Ему слышался голосок. «Папа! Папа!» Розанетта, раздевшись, подошла к нему, заметила слезы на его ресницах и торжественно поцеловала в лоб. Он встал. «Ну что ж, не будем убивать мелюзгу». Тогда она принялась болтать. «Разумеется, будет мальчик. Назовем его Фредериком. Пора готовить преданное». Видя, как она счастлива, он почувствовал жалость. Теперь, когда гнев утих, ему захотелось узнать причину ее недавнего появления. Дело в том, что как раз в этот день мадемуазель Ватнас предъявила ей давно просроченный вексель, и она поспешила к Арну, чтобы достать денег. «Я бы дал тебе», сказал Фредерик. «Проще было получить с него то, что мне причитается, и вернуть ей тысячу франков». «Надеюсь, ты ей больше ничего не должна». «Ничего», ответила Розанетта. На другой день, в девять часов вечера, время указанное привратником, Фредерик явился к мадемуазель Ватназе. В передней он натолкнулся на груду мебели, но, услышав музыку и голоса, нашел дорогу. Отворив дверь, он очутился на рауте. У рояля, за которым сидела девица в очках, стоял Дельмар, важный, точно жарец, и декламировал трогательное стихотворение о проституции. Его замогильный голос переливался под аккомпанемент резких аккордов. Вдоль стен сидели женщины, большей частью в темных платьях, без воротничков и без манжет. Пять-шесть мужчин, все мыслящие личности, расположились на стульях. В кресле восседал старик-баснописец. Настоящая развалина. Едкий запах двух ламп смешивался с ароматом шоколада, который налит был в чашки, расставленные на ломберном столе. Мадемуазель Ватназ, опоясанная восточным шарфом, сидела у камина. По другую сторону поместился лицом к ней Дюссардье. Он, видимо, был смущен своим положением, да и вообще чувствовал себя неловко в аристократической среде. Порвала ли Ватназ с Дельмарм? Может быть, и нет. Как бы то ни было, она, очевидно, ревновала честного приказчика. Когда Фредерик попросил уделить ему несколько минут внимания, она знаком велела Дюссардье пройти вместе с ними в спальню. Получив тысячу франков, она потребовала еще и проценты. — Не надо, — сказал Дюссардье. — Поволчи! Это малодушие со стороны человека столь мужественного было приятно Фредерику как оправдание собственной слабости. Он вернулся с оплаченным бекселем и больше не заговаривал о выходке Розанетты у госпожи Арну. Но с этих пор он стал замечать все недостатки капитанши. У нее был неисправимо дурной вкус. Ее отличала непостижимая леность, невежественность дикарки, доходившая до того, что доктора Де Рожи она считала большой знаменитостью и с гордостью принимала у себя вместе с его супругой, ибо они — люди женатые. Она с умным видом учила житейской мудрости мадемуазель Ирму. Бедное создание, обладавшее небольшим голоском, и нашедшее себе покровителя в лице очень приличного господина, бывшего того же нового чиновника, мастера на фокусы с картами. Розанетта звала его «Мой милый пузанчик». Столь же невыносимо было Фредерику слушать, как она повторяет глупые выражения вроде «Держи карман шире» или «С ума сойти! Что за шутка!» и так далее. А утрам она непременно обметала пыль со всех своих безделушек старыми белыми перчатками. Всего больше возмущала Фредерика ее обращение со служанкой. Она вечно задерживала ее жалования и даже брала у нее взаймы. В дни, когда они производили расчеты, обе ругались, как уличные торговки, а потом, помирившись, обнимались. Не весело было оставаться с Розанеттой вдвоем. Он почувствовал облегчение, когда возобновились вечера у госпожи Домброз. С ней, по крайней мере, нельзя было соскучиться. Она была осведомлена о светских интригах, о назначении посланников, о достоинствах портных, а если и попадались в ее речи общие места, они принимали форму столь условную, что фраза могла показаться или нарочито любезной, или иронической. Надо было видеть ее в обществе двадцати гостей, в беседе которых она участвовала, никого не оставляя без внимания, вызывая желаемые реплики и избегая всего щекотливого. Самые простые слова становились в ее устах чем-то вроде признания. Малейшая ее улыбка навевала мечты. Словом, ее очарование, так же, как духи, чудесный аромат, которых обычно ей сопутствовал, было сложным, неопределимым. В ее обществе Фредерик испытывал всякий раз новое удовольствие, как будто делал открытие. А между тем, она неизменно встречала его с безмятежным спокойствием, подобным зеркальной глади прозрачных вод. Но почему в ее обхождении с племянницей была такая холодность? Порою она даже как-то странно поглядывала на нее. Едва зашла речь о браке с Эссиль, она указала Домброзу на слабое здоровье милого ребенка и сразу же увезла ее на воды в Баларю. Когда они вернулись, возникли новые препятствия. У молодого человека нет положения в свете. К этой страстной любви нельзя отнестись серьезно. Лучше всего подождать. Мартинон ответил, что он подождет. Его поведение являло верх благородства. Он превозносил Фредерико. Мало того, он научил его, как понравится госпоже Домброзу. Даже намекнул, что знает от племянницы, какие чувства питает к нему тетка. Домброзу был далек от ревности. Он окружил своего молодого друга вниманием, спрашивал у него совета, заботился о его будущности и даже как-то раз, когда речь зашла о дядюшке Рокке. Лукаво шепнул ему на ухо. Вы поступили правильно. Сесиль, мисс Джон, слуги, привратник, все в этом доме относились к Фредерику как нельзя лучше. Он бывал здесь каждый вечер, оставляя Розанетту в одиночестве. Предстоящее материнство настраивало молодую женщину на серьезный, даже несколько грустный лад, как будто ее тревожили какие-то опасения. На все вопросы Фредерико она отвечала «Да нет, ты ошибаешься, я чувствую себя хорошо». А дело было в том, что в свое время она подписала еще пять векселей. Не решаясь сказать об этом Фредерику, после того, как он уплатил по первому векселю, Розанетта снова посетила Арну, который в письменной форме обещал ей третью часть своей прибыли от эксплуатации газового освещения в городах Лангедока, великолепное предприятие, посоветовав не предъявлять этого письма до собрания акционеров. Собрание же откладывалось с недели на неделю. Капитанша нуждалась в деньгах. Но она скорее бы умерла, чем попросила бы их у Фредерико. У него она ничего не хотела брать. Это осквернило бы и их любовь. Правда, он оплачивал расходы по хозяйству, но коляска, которую он нанимал помесячно, и другие траты, неизбежные с тех пор, как он посещал Домброзов, не позволяли ему уделять больше денег своей любовнице. Два-три раза, возвращаясь в необычное время, он замечал мужские спины, исчезавшие за дверью. Розанетта же часто уходила из дому и не говорила куда. Фредерик не желал во все это углубляться. На днях он должен был принять решение. Он мечтал о другой жизни, более интересной и благородной. С таким идеалом в душе он относился снисходительно к дому Домброзов. Их дом представлял собою как бы неофициальный филиал улицы Пуатье. Здесь он встретил великого А, прославленного Б, глубокомысленного В, красноречивого Г, выдающегося Д, старых забивал левого центра, паладинов правого, бурграфов золотой середины вечных марионеток человеческой комедии. Его изумила гнусность их речей, их мелочность, злопамятность, бессовестность. Все эти люди, подавшие голос за Конституцию, изощрялись, чтобы уничтожить ее. Много суетились, выпускали манифесты, памфлеты, биографии. Юсане написал биографию Фюмишона, истинный шедевр. Нунанкур вел пропаганду в деревнях, Дегременвиль среди духовенства, Мартинон объединял молодых буржуа. Каждый старался по мере сил даже Сизи. Он стал гораздо серьезнее и целыми днями разъезжал в кабриолете по делам партии. Домбрюс, уподавляясь барометру, неизменно выражал все последние колебания. Нельзя было заговорить о Ла Мартине, чтобы он не процитировал слова какого-то простолюдина. «Хватит с нас лиры!» Ковиньяк был теперь в его глазах всего-навсего предателем. Президент, которым он восхищался целых три месяца, упал в его мнении, ибо не обладал необходимой энергией. А так как у него была потребность уповать на какого-нибудь спасителя, то после событий у консерватории он стал преклоняться перед Шангарнье. «Слава Богу, Шангарнье! Будем надеяться, что Шангарнье! Нам нечего бояться, пока Шангарнье!» Выше всех превозносили обычно Тьера за его книжку против социализма, в которой он проявил себя не только как писатель, но и как мыслитель. Зло смеялись над Пьером Леру, который цитировал в палате выдержки из философов, издевались над фаланстерами, в театре рукоплескали ярмарки идей и сравнивали авторов с Аристофаном. Фредерик тоже посмотрел эту пьесу. Политическая болтовня и вкусный стол притупляли его нравственное чувство. Какими бы ничтожными ни казались ему эти люди, он гордился знакомством с ними, и в душе ему хотелось добиться почета у буржуа. любовница вроде госпожи Домбрус помогла бы ему выдвинуться. Он стал делать все, чтобы достичь этого. На прогулке попадался ей навстречу, а в театре не пропускал случая зайти поздороваться в ее ложу. Зная, в какое время она посещает церковь, становился в меланхолической позе заколонной. Они то и дело обменивались записочками по поводу новинок, концертов, книг и журналов, которые брали друг у друга. Посещал он ее не только по вечерам, приезжал иногда и днем, и пока он проходил ворота, двор, переднюю, обе гостиные, чувство радости все росло. Наконец он вступал в ее безмолвный, как гробница, теплый, как ольков, бодуар, где гости обступала мягкая мебель и великое множество всевозможных предметов, шифоньерок, экранов, чаш и подносов, лаковых, черепаховых, малахитовых и слоновой кости, дорогих, часто сменявшихся безделушек. Были вещицы и попроще, три обточенных морем камня из Этрета вместо преспапье, фламандский чепчик, висевший на китайской ширме. Однако все эти вещи гармонировали друг с другом и вместе взятые поражали своим благородством. Отчасти это зависело от высоты потолка, от пышности портьер и от длинной шелковой бахромы, спускавшейся с золоченых перекладин табуретов. Она почти всегда сидела на диванчике около жардиньерки, поставленной у окна. А вон, присев на большой пуф с ножками на колесиках, говорил ей комплименты, стараясь, чтобы их можно было принять за истину. Она глядела на него, склонив голову немного на бок и улыбаясь. Фредерик читал ей стихи, вкладывая в них всю душу. Он старался растрогать ее и вместе с тем блеснуть. Она прерывала его насмешливым замечанием или практическим соображением. Беседа их беспрестанно возвращалась к вечной теме любви. Они спрашивали друг друга, что возбуждает ее, кто сильнее чувствует, женщина или мужчина, и в чем здесь различие. Фредерик пытался высказать свое мнение так, чтобы в нем не было ни грубости, ни притворства. Беседа превращалась в своего рода поединок, подчас приятный, а порою скучный. Вблизи этой женщины он не испытывал ни того безмерного упоения, которого влекло его госпоже Арну, ни той сумбурной веселости, которую вначале вызывала в нем Розанетта. Фредерик стремился к ней как к чему-то необыкновенному, недоступному, потому что она была знатна, потому что она была богата, набожна, и, наделяя ее изысканностью чувств, столь же редкостной, как ее кружева, воображал, будто она носит ладонки и сохраняет целомутрие даже в развращенности. Старая любовь пошла ему на пользу. Все, что он некогда пережил благодаря госпоже Арну, томление, тревоги, мечты, он бы сказывал ей так, словно это она их внушила. госпожа Дамбрюс принимала все это как женщина, привыкшая к ухаживанию, и, не отталкивая его по-настоящему, ни в чем не уступала ему. Фредерику также не удавалось соблазнить ее, как Мартинону, жениться. Желая окончательно отвадить поклонника племянницы, она обвинила его в том, что он зарится на деньги, и попросила мужа подвергнуть его испытанию. Дамбрюс объявил молодому человеку, что у сироты Сесиль, дочери бедных родителей, нет приданого и надеяться ей не на что. Мартинон либо не поверил, либо зашел слишком далеко и уже не мог отступить, либо был одарен глупым упрямством, переходящим в гениальность, но только он ответил, что отцовского состояния 15 тысяч ливров в год для них достаточно. Промышленника тронуло это непредвиденное бескорыстие. Он обещал выхлопотать ему место податного инспектора, внеся нужный для этого залог, и в мае месяца 1850 года Мартинон женился на мадемуазель Сесиль. Бала не давали. Молодые в тот же вечер уехали в Италию. На другой день Фредерик пришел с визитом госпоже Тамброз. Ему показалось, что она бледнее обыкновенного. Несколько раз она принималась язвительно перечить ему из-за каких-то пустяков. Впрочем, все мужчины эгоисты. Но ведь есть же среди них и преданные люди. Взять хотя бы его. Ну да, вы такой же, как и все. Глаза у нее были красные. Она плакала. Потом постаралась улыбнуться. Извините меня, я не права. Пришли в голову грустные мысли. Он ничего не понимал. Во всяком случае, подумал Фредерик, она не так тверда, как я думал. госпожа Домброз позвонила, потребовала стакан воды, отпила глоток, велела унести стакан. Потом стала жаловаться на слуг, чтобы различий он предложил себя в лакее, уверяя, что сумеет подавать тарелки, обметать пыль с мебели, докладывать о гостях, словом, быть коммердинером или, скорее, егерем, хотя мода на них прошла. Он хотел бы стоять в шляпе с петушиными перьями на запятках ее кареты. А как бы величаво я выступал за вами с собачкой на руках! Вы веселый, заметила госпожа Домброз. Разве не безумие, подхватил он, относиться ко всему серьезно? Горести и так достаточно, не надо их измышлять, ни о чем не стоит печалиться. Госпожа Домброз подняла брови, как бы выражая одобрение. Встретив сочувствие, Федерик осмелел. Былые неудачи научили его быть проницательнее. Он продолжал. Наши деды лучше умели жить. Почему не отдаться в лечению? В конце концов, любовь сама по себе не так уж важна. Но то, что вы говорите безнравственно. Она опустилась на диванчик. Он присел с краю, почти касаясь ее колен. Да разве вы не видите, что я лгу? Ведь чтобы нравиться женщинам, нужно прикидываться беспечным, разыгрывать шута или неистовствовать, как в трагедии. Они над нами смеются, когда мы просто говорим, что любим их. По-моему, гиперболы, которые их забавляют, это осквернение подлинной любви. в конце концов, не знаешь, как ее выразить, особенно, когда вас слушают женщины умные. Она смотрела на него, прищурившись. Он понижал голос, наклоняясь к ее лицу. Да, я вас боюсь. Быть может, я оскорбил вас? Простите, ведь я не хотел говорить. Это не моя вина. Вы так прекрасны. Госпожа Домбрёс закрыла глаза, и он изумился, как легко одержана победа. Высокие деревья, томно шелестевшие в саду, замерли. Неподвижные облака протянулись по небу длинными красными полосами, и в мире все словно оборвалось. Ему смутно вспомнились такие же полные такой же тишины. Где это было? Он опустился на колени, взял ее руку и поклялся в вечной любви. А потом, когда он уже собрался уходить, она знаком подозвала его и сказала совсем тихо, приходите сегодня обедать, мы будем одни. когда Фредерик спускался по лестнице, ему казалось, что он стал другим человеком, что на него веет благоуханным зноем теплицы, что наконец-то он вступает в высший круг, в мир патрицианских любовных измен и великосветских интриг. Чтобы занять там первое место, достаточно владеть такой женщиной, как это. Томившаяся жаждой деятельности и власти, но связанная браком с человеком посредственным, для которого она очень много сделала, госпожа Дамбрюс захочет, может быть, руководить кем-нибудь более сильным. Теперь в этом ничего нет невозможного. Он чувствовал, что готов проехать верхом двести миль, проработать безустали несколько ночей к ряду. Его сердце было преисполнено гордости. По тротуару впереди него шел понурец человек в старом пальто. У него был такой измученный вид, что Фредерик обернулся. Тот поднял голову. Это был Деларье. Он пребывал в нерешительности. Фредерик бросился ему на шею. А, дружище, неужто это ты? И повел его к себе, забрасывая вопросами. Бывший комиссар Ледрю Ролена поведал сперва, какие невзгоды ему пришлось перенести. Так как он консерватором проповедовал братство, асоциалистам, уважение к законам, то одни в него стреляли, а другие принесли веревку, чтобы его повесить. После юнских событий его бесцеремонно отрешили от должности, он примкнул к заговорщикам, но оружие было отобрано у них в труа. За отсутствие мулик его отпустили. Затем революционный комитет послал его в Лондон, и там он подрался на банкете со своими соратниками. Вернувшись в Париж, почему ты не пришел ко мне? Тебя никогда не было дома. Твой швейцар держал себя так таинственно, я не знал, что и подумать, да к тому же мне не хотелось явиться побежденным. Он стучался в двери демократии, предлагая служить ей пером, словом, делом, но всюду был отвергнут. Ему не доверяли, и вот пришлось продать часы, книги, белье. Право, лучше уж околевать на бель-ильской каторге вместе с сыной Калем. Фредерико, завязывавшего в ту минуту галстук, это известие как будто не очень заволновало. А, так милейший Сенекаль сослан. Деларье с завистью оглядывая стены ответил, не всем так везет, как тебе. Извини меня, сказал Фредерик, не замечая намека, но я нынче обедаю в гостях. Обед тебе приготовят, заказывай все, что хочешь, спать ложись на моей кровати. Горечь Деларье исчезла, побежденная таким необыкновенным радушием. На твоей кровати? Но это и стеснит тебя? Да нет же, у меня не одна. Ну, прекрасно, смеясь ответил адвокат. У кого же ты обедаешь? У госпожи Домбрёс. Так ты чего доброго того и гляди. Ты слишком любопытен, сказал Фредерик, улыбкой подтверждая это предположение. Затем, поглядев на часы, снова сел. Вот какие дела? Да ты не отчаивайся, старый защитник народа. Помилуй Бог, пусть теперь этим занимаются другие. Адвокат ненавидел рабочих. Он натерпелся от них у себя в провинции в Каменноугольном крае. Каждая шахта избирала своё временное правительство и давала ему наказ. Впрочем, они всюду были хороши. В Лионе, в Лиле, в Гавре, в Париже. Ведь по примеру фабрикантов, которые хотели бы закрыть доступ к заграничным товарам, эти господа требуют изгнания иностранных рабочих, англичан, немцев, бельгийцев, савояров. А что до их интеллекта, к чему повели во времена реставрации их знаменитое общество подмастерьев. В 1830 году они вступили в Национальную гвардию и даже не подумали подчинить ее себе. А в 48-м сразу же появились ремесленные цехи, каждый со своим знаменем. Они пожелали иметь своих депутатов, которые защищали бы только их интересы. Вроде того, как представители сахарозаводчиков только и хлопочут о сахарной свекле. Довольно смея мерзавцев, которые падают ниц то перед эшафотом Робосфьера, то перед императорским сапогом, то перед зонтиком Луи Филиппа, довольна с меня этой сволочи, преданной тому, кто заткнет ей глотку хлебом. Все еще кричат о продажности Толейрана и Мирабо, но ведь посыльный, что стоит там, внизу, продал бы Отечество за 50 сантимов, если бы ему пообещали платить три франка за каждое поручение. Какую мы сделали ошибку? Нам следовало поджечь всю Европу! Фредерик возразил, не хватило искры. Вы были всего-навсего мелкими буржуа, а лучшие из вас педантами. Зато рабочим есть на что жаловаться. Если не считать миллиона, выкраенного для них в бюджете, который вы поднесли им с таким подлым подобострастием, да еще ваших фраз, вы же ничего для них не сделали. Расчетная книжка находится в руках хозяина, рабочий даже перед судом остается в подчинении у своего нанимателя, ибо его словам не верят. По-моему, республика устарела. Кто знает. Пожалуй, только аристократия или даже только отдельная личность может еще осуществлять прогресс. Инициатива всегда идет сверху. Народ несовершеннолетний, что бы там ни говорили. Может быть, ты и прав, заметил Деларье. По мнению Фредерико, большинство граждан стремится лишь к покою. В доме Домброзов он кое-что усвоил. И все шансы на стороне консерваторов. Но этой партии не достает свежих людей. Если бы ты выступил кандидатом, я уверен, он не докончил. Деларье понял, провел обеими руками по лбу, потом вдруг сказал, а что же ты? Тебе ведь ничто не мешает. Почему тебе не стать депутатом? В департаменте обы, где проводятся дополнительные выборы, есть свободная вакансия. Домброз, избранный в законодательное собрание, представитель другого округа. Хочешь, я этим займусь. У него там были знакомства среди кабачиков, учителей, врачей, клерков и их патронов. Впрочем, крестьяне поверят всему, чему угодно. Фредерик почувствовал, как вновь разгорается его честолюбие. Деларье прибавил, ты приискал бы мне место в Париже. О, через Домброз, это будет нетрудно. Кстати, раз уж мы заговорили о каменном угле, продолжал адвокат, что стало с его каменоугольной компанией? Мне бы как раз подошло занятие в этом роде. Я был бы им полезен, а сам сохранил бы независимость. Фредерик обещал зайти с ним к банкиру в один из ближайших дней. Обед наедине с госпожой Домброз был восхитителен. Она сидела против Фредерика и улыбалась, смотря на него поверх корзины с цветами при свете висячей лампы. В открытое окно видны были звезды. Говорили они мало, вероятно, еще опасаясь друг друга, но как только слуги отлучались, они посылали друг другу воздушные поцелуи. Он поделился с ней планом выдвижения своей кандидатуры. Она одобрила этот план, даже обещала добиться содействия Домброза. Вечером кое-кто из друзей зашел поздравить ее и посочувствовать. Должно быть, она очень огорчена разлукой с племянницей. Как бы то ни было, молодые хорошо сделали, что отправились в свадебное путешествие. Потом пойдут дети, начнутся заботы. Но Италия не соответствует тому представлению, какое о ней сложилось. Впрочем, они еще не вышли из возраста иллюзий, да и медовый месяц все может скрасить. Дольше всех оставались Деграманвиль и Фредерик. Дипломат никак не хотел уходить. Наконец, в полночь он поднялся. Госпожа Домброз сделала знак Фредерику, чтобы и он ушел вместе с ним и за послушание поблагодарила его пожатием руки, более отрадным, чем все остальное. Капитанша вскрикнула от радости, увидев его. Она уже с пяти часов его ждала. В оправдание он сослался на необходимость предпринять шаги ради Деларье. Лицо у него было торжествующее, словно осененное ореолом, и этот ореол ослепил Розанетту. Может быть, это от черного фрака? Он тебе очень идет, но я никогда не видела тебя таким красивым. Какой ты красивый! В порыве нежности она поклялась себе не принадлежать больше никому, что бы ни случилось, хотя бы ей пришлось умереть в нищете. Ее прелестные влажные глаза искрились такой глубокой страстью, что Фредерик привлек ее к себе на колени и подумал, какой же я мерзавец, в душе восхищаясь своей испорченностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok